Казалось бы, все уже действительно сказано. И более того, я дал понять, что наступившее время великого промысла есть время уже даже не со Творцов, а есть время Творцов, и есть последний выпускной экзамен, на котором я хотел бы увидеть результаты промысла духовно единых людей, принявших когда-то каноны Вечности с любовью ко мне и делам моим. Я хочу подчеркнуть, что многие из людей, я даже не говорю об участниках моего движения, приняли новую молитву Отче наш как свое отношение не только ко мне, вашему Творцу, но и к себе, как к проявленному плану, подтверждая, что с момента принятия молитвы, а значит, с момента принятия нового образа жизни, а еще точнее, с началом осуществления Божьего промысла, смысл и цель жизни человека в плотном плане приобретают совсем другое звучание. Вдумайтесь, повторяя новую молитву, к месту, а иногда и не к месту, люди тем самым выражают свое отношение к мирозданию, а самое главное, к принятию, фактически, кодекса поведения человека с большой буквы, или человека Бога. И тогда промысел человека, включая и формирование единых мыслеобразов в дни единых посылов, должен соответствовать только тому, что люди просят у меня через эту основную молитву людей нового века. Вдумайтесь, ведь этой молитвой люди не только подтверждают свою веру и согласие с моим промыслом, ожидая, что я помогу им со спасением их душ и дарую за их промысел мудрость богов, но и сами определяют кодекс сотворца, кодекс того, кто бесконечно доверяет свою жизнь, свою судьбу Богу, ожидая в сонастройке сотворчества с творящим началом начал. Исходя из этого кодекса поведения человека Бога, промысел Бога не должен даже обсуждаться, ибо совершенство через свой проявленный план формирует совершенство уже самого плотного плана, что в настоящее время и происходит в пространстве высшей справедливости, пространстве Святой Руси. Повторяю, казалось бы, сегодня все предельно ясно для любого человека, который коснулся знаний самого Абсолюта, и для этого человека нет яснее пути в будущее, ибо сам Абсолют теперь принял на себя ответственность за спасение человечества, ожидая, что славяне Арии после стольких лет прямого обращения к ним Первотворца примут для себя окончательно истину, что Бог не делает все к лучшему. Сегодня начинается творение с их участием пространства Святой Руси, открывающей перспективы всеобщего спасения, а значит, перевода людей пятой расы на монады Абсолюта, на монады шестой расы. Однако, как оказалось, в моем воинстве света не все из сотворцов осознали свою сопричастность к промыслу Бога и позволили себе усомниться в правильности моего выбора пути спасения, а самое главное, цели сотворения Святой Руси, как я говорил, пространство перволюбви и высшей справедливости от океана до океана. Должен сказать о том, что я могу согласиться и даже простить грехи духовных раздумий или колебаний. Но вот духовное отступничество, особенно после принятия всеми вместе на Вселенском Соборе клятвы Богу, я не могу не только понять, но и самое главное простить. Люди после этих моих слов могут сколько угодно говорить о жесткости Бога. Я не принимаю эту псевдодуховную болтовню, ибо матрица цифрового пространства есть прежде всего строгий порядок, подчиняющийся канонам вечности, и никому не позволено по своему усмотрению выстраивать свой промысел, который, как пазл, должен сложиться в матрицу нового пространства, как части великой проматрицы космического, а значит божественного пространства. Я действительно не могу понять тех людей, которые однажды дав на Вселенском Соборе клятву Богу, могут позволить себе даже подумать о том, что предложение от Бога может нести небожественное будущее, ибо то, что я называю выпускным экзаменом, и есть митворение на основе канонов вечности совершенства в плотном плане, которое доступно только для людей богов, однажды объявивших себя творцами. Я действительно хочу увидеть единый промысел людей богов, уже не на бумаге, в реальности материального мира, ибо для экзамена на творение богами в плотном плане, со всеми его изъянами, а точнее с мамоной, лучшего места просто не найти. Вот когда должно быть проявлено самое лучшее, а значит все то, что отделяет людей от людей богов, способных сотворить кластер высшего порядка, которого людям всех предыдущих цивилизаций выстроить так и не удалось. Не забывайте, что вы же заявили на Вселенском Соборе о том, что вы пришли быть богами. Я поверил вашим открытым сердцам тогда на Вселенском Соборе, и теперь прошу вас проявить духовное единодушие, достойное людей богов, ибо выстроить в плотном плане, а точнее в условиях человеческой регулярности или власти пространства высшей справедливости возможно только для людей богов, способных проявить Божий промысел. Я ведь предупреждал людей о том, что последний или выпускной экзамен является самым трудным во всех отношениях, поскольку должен разделить мир или пространство окончательно и бесповоротно на мир людей богов, постоянно стремящихся к самосовершенствованию и самоанализу, и на людей, переходящих в стан сил сдерживания, теперь уже навсегда, без права возвращения к свету. Поэтому для того, чтобы оставаться воином света, а значит воином самого Абсолюта, необходимо не только проявить желание, но и проявить свой промысел человека-бога, творящего новый мир совершенного мироустройства. И иного я не могу ожидать от тех, кто назвал себя богом. Да, этот экзамен очень сложный, и не всем людям он по плечу, но это и есть творение или промысел людей-богов, способных преобразить мир греха и порока в мир божественной регулярности, в мир высшей справедливости, призывающий маленького человека к сотворчеству ради будущего планеты. Поэтому я предупреждал людей и неоднократно о том, что будущее человечества в руках славян-арьев, которые с моей помощью должны сотворить невозможное и за четыре года внутри России создать Святую Русь, основу будущего всего человечества. В этих условиях одной верой и знанием канонов вечности не обойтись, ибо выпускной экзамен людей-богов потребует от каждого сотворца понимания, что никто не сможет изменить мир к лучшему, а значит спасти его, кроме людей, для которых духовное единение, коллективное первосознание, не слова, а тем более не мечты, а суровый ежедневный промысел, равный постригу человека, принявшего для себя однажды и навсегда промысел человека-бога. То, что сегодня предполагается выстроить под названием Святая Русь, есть не просто духовное единение, а самый настоящий промысел тех, для кого Бог, есть присутствие Бога в каждом проявленном плане, в каждом человеке. Предполагается, что творение нового мира, есть все же божественный промысел и единственный путь, который позволит выстроить на паях тот мир, который откроет возможности маленькому человеку почувствовать себя Богом и почувствовать, что мир находится в его руках. И к этому божественному миру необходимо относиться так же бережно, как к нему относится сам Первотворец. Повторяю, я предлагаю единственный и правильный путь творения Святой Руси, ибо без такого промысла людей-богов, способных в едином духовном порыве сотворить мир, достойный людей-богов, невозможно сотворить тот Олимп, который достоин людей шестой расы, понимающих свое предназначение и место в этом божественном пространстве. Мир и пространство замерли в ожидании исторического выбора славян-ариев, которые все же должны, ибо обречены на это сотворить новый мир гармонии и совершенства. Это есть выбор людей-богов, способных даже в плотном плане, где главенствует Мамона, а значит силы сдерживания, зажечь свечу, а затем и пламя божественной истины, которая теперь уже вечно будет освещать путь, по которому может пройти только человек-бог шестой расы, сотворивший однажды Святую Русь в плотном плане. Я много раз говорил о том, что не могу оставить людей-богов славяно-арийского этноса без своей помощи и поддержки. Но сегодня я хочу, чтобы каждый из вас проявил свободную волю, ибо, как вы помните, без проявления свободной воли не может быть Бога и не может быть Творца. Проявив свободную волю и творчество в плотном плане пространства Святой Руси, объединив весь свой потенциал людей-богов и весь энергоинформационный потенциал планеты, люди должны доказать самим себе и, конечно, мне, что они есть не только люди-боги, но и творцы, способные теперь уже вечно творить новые миры в сонастройке с самим Абсолютом. Редактор субтитров